Если я здесь интегрирован, у меня есть смелость, дерзновение, мужество, женство. Быть честным. Я могу устоять. Если я себя не знаю, если не в контакте с собой, если я раздираю разными импульсами, то так хочется, то это, то вроде поедем, то что-то не хочу. Раз, то я не могу опору в честности дать другому человеку. То есть нахождение, вот по сути, когда говорят о сердце, сердце, трендовая тема сердца, сердечность, имеется в виду не эмоции. Многие думают, сердце это эмоции и чувства. Сердце это моя сердцевина, вот мою сутевую, которая здесь вот так вот находится. Если я обрел, и могу отсюда разговаривать, могу отсюда жить, все. То есть я солнышко для этого мира. Если я сам рассогласован, контакт не работает, плюс-минус, он не соединяется, микрофон рассоединяется, камера падает в это болото, съемка заканчивается, все непонятно, зачем это все. Что мы здесь делаем? Раз, то есть теряется чувство смысла. Вот отсюда и идея чувства смысла. Смысл здесь, чувство здесь, а чувство смысла вот оно. И вот эта вот пульсация, вот этот посыл, этим можно зажечь и вдохновить людей. То есть я эликсир открыл, и я спаиваю людей по чуть-чуть. Если человек естественным образом чувствует, что вот хорошо утром раз, проснулся, сел и посидел в тишине, а потом поел на работу, естественно. Но многие йоги невротические используют практики для улучшения себя. А базис какой здесь? Непринятие себя. И если ты будешь практиковать улучшение себя, ты будешь, чтобы продолжать практику, нужно возрастать в непринятии себя. Иначе работать не будешь. Поэтому те невротики, которые кинулись на восток, для того, чтобы себя улучшить, для достигнуть просветления, реализации, они бегут от себя. Они теряются в таком тонком наркотическом дурмане сандалового запаха палочек. Они как бы отрубаются. Понимаешь, они гасятся. Вот эта штука. То есть кто-то алкоголем, чисто русская нирвана алкоголическая, да? А кто-то вот так вот гасится. Просто посмотри, как ты вместо того, чтобы жить себя, идёшь гаситься. Я за то, что путешествую. Знаете, если я вхожу в какое-то пространство, я здесь, я чётко знаю, что я побыл полчаса или час или 15 минут, и мне дальше. Иногда бывали моменты, когда входишь в какое-то храмовое пространство, и я понимаю, но это будет сказано абсурдно, и так на мифологическом языке, что во мне Бога больше, чем в этой вибрации. И я иду дальше. Я Богом проживаю свою человеческую жизнь в этом мужском теле 48 лет. Всё, достаточно. Вот, поэтому, мне кажется, единственная штука, только чтобы в культ не превращать, это, ну, осознанность, бытие в себе и собой. Это единственный фокус внимания. Слушайте, купи, один друг пишет, купи грибов, ну, как бы. Я говорю, слушай, ну, нет необходимости, ну, принесут грибы, то съедим грибы, ну, мне лисички больше нравятся, да? Ну, зачем оно? То есть, чем-то догнаться до целого – это несчастье. Когда мыслишь, что чем-то ты догонишься до целого – это психология несчастья. Когда тебе не надо ничем догоняться, ты раз так нырнул, сидишь в этой тёплой воде, как в бассейне, как в горячем источнике. Всё. Вот некоторые, мы тут были на горячих источниках, и некоторые люди говорят, слушай, это, ну, вот они вроде в источнике, уже обмякни и кайфуй. Нет, от чего-то в айфон посмотреть, чего-то. То есть, где-то надо, мозг устроен так, у большинства людей, у очень многих, что где-то до целого догнаться, чтобы уже наверняка. Вот. Это психология несчастья. А при этом счастье можно и в горячем источнике, и в холодной воде, да? Ну, как случайно. Вот если всецело, да? Как случайно. Что мешает нам, что вообще в целом мешает человеку вот так всецело проживать то, что случается, чтобы оно всё было в кайфе. И страдания, и мужчины уходят, и рябина, и… Как? Глючные мозги. Во, отлично. Что за глючные мозги? Понятно, Голи. Что за глючные мозги? Глючные мозги – это когда я обесцениваю реальность в пользу чего-то лучшего, которое должно случиться. Обычно это не мои идеи, мои чувства, а мысли других людей, идеология других людей, вложенная в меня, которая работает на автопилоте. Когда я замечаю, что я выскакиваю в глючные мозги и обесцениваю настоящий момент, ну, как бы, я возвращаюсь. Но самое крутое – кайфануть их глючных мозгов. Ну, то есть, поэтому здесь другая мантра работает. Я опять впал в несчастность, и я так произношу такую мантру – охренеть, опять в несчастность впал. То есть, и кайфуй от этого. То есть, что ты опять повелся на какую-то мысль, которая в цельном процессе мироздания тоже прекрасна, по сути. И глючные мозги – это тоже часть игры. Иначе, как же мы будем контрастировать? Оба! Хорошо. Симония, ну, его достаточно один раз настроить, а потом он, как хороший объектив, сам самонастраивается, и все. Катехизис – разговор с Богом. Да, молитва, разговор с Богом. Вот правильный ответ. Все, мне зачет, я справился. Ну, а теперь поговорим. Да, теперь поговорим. Значит, молитва, когда человек искренне верит в Бога в той или иной традиции, следует пути, которые предпистоит традиции, молится, обращается. Это создает во внутреннем пространстве некоторую вертикаль. Чувство защищенности. Услышенности, ненапрасности. Да? И доверия. Богу и жизни. И это чувство – не субъективная иллюзия. Это какой-то, ну, мы можем сказать, ну, верующие придумали Бога, и вот, типа, Бог их любит и играет. Оно выходит за пределы черепной коробки. У людей, которые искренне любящие, молящиеся, верующие, у них, ну, другой свет от них идет. Ну, как сейчас модно говорит, другая энергетика. Они пульсируют этим. Не все люди мистически одарены, которые способны переживать Бога внутри, переживать, что каждая мысль, каждое слово услышана. Иногда люди попадают в религию вины. То есть, если, значит, Бог слышит все мои мысли, так Он подслушивает, так что мне плохого нельзя ничего подумать. Вот. И они начинают себя угнетать, контролировать. То есть, вот этого доверия, да, то есть, возникает страх. Есть религия страха, есть религия любви. И это все в рамках каждой из религиозных традиций. Вот. Если люди мистически одаренные, они верят и знают и переживают, что Бог есть любовь. Если Бог во мне, значит, и Он струится, как сквозь витраж, сквозь меня, значит, и я есть излучающаяся любовь. Есть люди, вот, если по-психологически, это тип невротики, которые религию используют для самоубийства, саморефлексии. Я не так подумала, я постоянно грешу, у меня грехов. И они себя поедают. И с помощью, в том же формате, они уничтожают себя. Занимаются самоотрицанием. И они несчастны. И они погашены. И это психическая онкология. То есть, вина, вина за то, что я плохой, я недостойный Бога. И вот молитва, если это открытый канал для того, чтобы тот свет, которым ты переживаешь, чувствуешь, предполагаешь в Боге, чтобы он наполнил тебя. Поэтому, когда люди молятся о чём-то, ну, там, пусть в ног экзамен, заст, и так далее, и славно. Но это некий энергетический пассив. Мы знаем, что люди молящиеся, люди чувствовали молитвы других людей, когда они находились в трудных ситуациях. Это игра света. То есть, это пульсации импульсов. Это квантовая связь, если хотите. Вот, молитва, это квантовая связь. Вот. Если кто-то за кого-то молится, есть люди, которые буквально поименно поминают, или в храм идут, записочку пишут. Вот всё. Это ты чувствуешь связанность, сопричастность. Это такая, некоторый инструмент посылания любви другим людям. Вот. И эта любовь, посылаемая от меня к тебе, это и есть Бог, по сути. То есть, не Бог, который наблюдает, ну-ка, молитесь, молитесь, да. Молодцы. Лучше молитесь. Нет, не выздоравливают, пока лучше молитесь, да. Получается, как это пародийно. А молитва, это вся квантовая связь между людьми. Вот. Но есть люди, которые, ну, например, они не религиозны, но они теплят образ любимого человека в душе. Ну, там, пусть ему будет хорошо. Вот раз. Вот. Такой же импульс совершенно. Ага. То есть, ну, просто мировоззрение разное. Но когда мы в душе думаем, чувствуем, тепляем кого-то, это тоже молитва. Вот. Молитва, это феномен не исключительно религиозный. На энергетическом уровне он известен всем. Кого ты любишь внутри, о ком ты переживаешь, то дай Бог, чтобы у него все получилось, у нашего оператора. Вот это уже и молитва, по сути. Хорошо. Ну, это такая, это мы сейчас разобрали, вот один аспект, да, когда ты фокусируешься на каких-то конкретных, конкретном каком-то стремлении поделиться с человеком, да, энергией, любовью. А чем еще может быть молитва? Вот вы сказали что-то, про что-то вроде сонастройки, да? Ну да, там, например, Христос говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, и договорятся о чем-то попросить, им непременно будет. Вот, и молитва это как способ согласия, если сейчас мы через тему молитвы дадим другие аспекты жизни, ну, давай так, между супругами, если завершается молитвенное измерение жизни, что это означает? Они хотят разного теперь, а хотели одного. Они не хотят друг друга. Молитвенная жизнь закончила Бога, там уже, как бы, концентрат Бога, ну, ушел. Ну, как сказать, как запах дорогих духов, он же выветривается, если помещение не проветрило, да? То есть молитвенность ушла, сонастройка ушла, чужие люди хотят разного. А хотят вместе чего-то, ну, смотрите, например, вот мы сейчас, нас здесь в пятером, два в кадре, три за кадром. Но мы находимся в одной теме, и поэтому чувствуется молитвенная атмосфера. Мы в одной какой-то теме, в смысловой. Мы пытаемся с жизнью разобраться, играем в игру, как будто бы тот, кто сейчас произносит слово, он вроде больше, лучше разобрался. Это не так. Вот мы сейчас в моменте плетем эту паутинку смысла и чувства из световых лучей. Вот прямо она здесь сплетается. И слушающий не меньше, а иногда и больше, чем говорящий. Вот. И вот это вот все, вот этот свет, из который мы вяжем сейчас этот шарф божественный, это молитва и есть, по сути. Ну, понимаете, как бы вот честность, сейчас мы устроим из честности культ. Вот. И мы всех поделим на честных, нечестных и тех, кто старается к нам быть поближе. Мы, конечно, уже честные. То есть, вот, понимаете, вот как в религии в любой, да, сначала, ну, то есть, если Иисус говорит, например, там, взгляните на лилии полевые. И они не сеют, не ждут, ну, сам, не жнут, но Соломон во всей своей красе не одевался, как и каждый из них. Люди так все выращиваем лилии. Понимаете? То есть, а это один раз случайно. Просто тут лилии оказались. Может быть, были бы мангустины там на рынке или что-то в другом ключе. То есть, ни из чего нельзя. Вот если мы говорим об этой глубинной метафизической свободе, ничто нельзя превращать в тренд, в то, как надо. Ни в чем не надо устаивать, потому что возникает одно, проявляется другое. Надо найти то неизменное, неизреченное, что всегда остается. Ну, не знаю, там, на Востоке эту штуку называли яестностью. Ну, когда смотришь на русских, блин, тех адвайтистов, которые уже просветлены, блин, сатсанги проводят, да, фотографии ставят каких-то мастеров. А смотрю, человек-то, ну, ну, то есть, ну, вот, например, там, простой критерий. Духовность. Вот как мне по-человечески с тобой, ну, просто поржать можно с тобой или нет? Все. Вот юмор разбивает вот эти все вещи сразу. Поэтому, возвращаясь к вопросу, очень важно. Блин, очень важно все, все рухнуло, да? Хорошо, все. Вот, 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 мне очень, есть такая штука, вот есть катафатическое богословие, апофатическое. Катафатическое утверждающее, апофатическое отрицающее. Апофатическое богословие, чем Бог не является. Так вот мы сейчас это пытаемся поймать через апофатику. То есть мы не то, не то, не то, не то. На Востоке, кстати, в адвайте тоже нети, нети. Любой ученик, который приходил, например, там к учителю, он пытался сказать о каких-то смыслах, о том, что он открыл. Они говорили, не то, не то, не то. Вот похожая штука сейчас, как феномен у нас сейчас происходит. Мы говорим о том, что любая зафиксированная мысль, идея, декларация, честность, имя какого-то философа. Вот пока еще вот есть философ, и люди сидят, и он еще живой, нормально. Как только это все заютубилось, задокументализировалось, мемориальная доска, все мертвое, там ничего нет. Поэтому мне нравится, как Оша сказал, что на входе в его усыпальницу есть такая табличка. Говорит, многие люди в поисках Брахмана, Бога, Будды, там Иисуса, Аллаха теряли себя, находя это все. Моя заповедь простая – забудьте меня, помните себя. Вот это послание при разном отношении к личности самого Оша, послание очень сутевое. То есть вспомнить себя, вот где-то вот ощущение вспомнить себя. Я, кстати, даже замечаю, когда вот даже в общении, в беседе, бах, я вывалился в собеседника. Автоматический набор умных слов работает, а меня в этом уже нет. Сейчас я ушел в себя, сейчас я спрятался куда-то. Я вообще сейчас другими вещами занимаюсь. Но слова работают. Мы очень научились за период вот этого взросления цивилизации, телевизор, YouTube, интернет, очень научились обманывать словами, что как будто мы здесь. А слова уже давно блоками у нас, просто файлами чистыми выпускаются. И иллюзия, что а нас уже здесь нет. Где мы потеряли себя, где мы рассогласовались, где ум взял функцию автоматической работы. А меня в этом нет. Я говорю правильные духовные, допустим, истина, а самому в ней грустно и о чем-то тоскую. Мне куда-то туда надо уже. А мне надо вот это говорить. Вот. Если я честно прямо это достаю и говорю, знаешь, вся вот эта духовность, о которой мы говорим, фигня полная, о которой я говорю. Да. Потому что я на самом деле одинокий, несчастный человек, который хорохорится и делает вид, что он счастливый. Сейчас это не так. Я палюсь по полной. Я признаюсь тебе в YouTube, в интернет, в центральное телевидение, первый канал. Я не то, за что себя выдавал. Вот сейчас я это выдал. Я хочу, чтобы ты увидел меня. Я хочу, чтобы ты обнял меня. Я хочу, чтобы ты понял, насколько вообще я одинок, как Бог одинок. Богу настолько, наверное, было одиноко, что Он человека создал, чтобы хоть как-то разбавить. Раз. Но если я эту идею, как фишку, поймаю и на следующем интере буду транслировать, понимаешь? Так именно и происходит. И мне очень нравится наблюдать, исследовать, благоветь над тем, как отношения случаются, как взаимодействия случаются, как люди соприкасаются душами. Да, произошел ли космос во взаимодействии или только обменялись мнениями. А вот я считаю, вот, а я в одной газете читал, а вот вы смотрели Навального, а вот нет, нет Путин. Все. И вот люди просто, понимаешь, просто они бросаются камнями суждений. И самое главное, вот когда нет коммуникации, нет встречи, нет космоса, когда я хочу тебя завалить, ты хочешь меня завалить суждениями, мнениями, и мы хотим победить в борьбе мнений. Как будто бы я замечаю, что строить общее пространство, взаимодействовать на уровне вот такой сопульсации, мало кто умеет. Поэтому я занимаюсь чем? Я просто чиню свою вселенную. Моя вселенная – это не весь универсум, там, включая Сатурн, Плутон, там, и, может быть, Антарктиду, вот, или каких-нибудь, какого-нибудь Трампа и так далее. Нет. Только то, что соприкасается непосредственно со мной. Вот вы приехали, вселенная, то есть моя вселенная раз, 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 пазлы сложились, моя вселенная расширилась. Вы говорите, давай. Я говорю, окей. Все. Раз, и мы смотрим. И это каждый раз. В этом есть, вот, понимаете, любое художественное произведение, фильм, стихотворение, книга, интересно только тогда, когда есть игра эго. Поэтому я певец, воспеватель эго. Эго – это прекрасная штука. Вот. Когда эго играет разными красками, когда эго проваливается в обесценивании, когда эго торжествует, когда эго обладает, когда эго убивает просто, зараза. Сука, ненавижу. Вот, а? Понимаешь? Вот в этом, в этом вот есть. А когда-то такие, как бы, знаете, сели сотвичные 12 мудрецов. Сидят, медитируют. Как твоя просветленная жизнь. Да, да. И нету этой, нету этой штуки. Есть они уже, то есть, поэтому в сатву, некоторые бегут в сатву, в какую-то реализацию, просветление. Там скучно. Но сидишь и скучаешь просто. Поэтому медитация там, все дела. Поэтому можно сходить, посмотреть, как там живется. Да. Но пока мы живем, мы играем танец на тарадж. Это танец эго. Это эго. То есть, и вся история, вся мифология строится на том, что встречается светлое, встречается темное, эгоическое появляется, да, там, что-то, добро какое-то появляется. Но без зла добро, это не добро. Это так себе. Ну, не поймешь, что. Ну, просто как растение. Да, эго должно быть реабилитировано. В глазах всех просветленных, Вселенной, чего там еще, Соединенных Штатов Америки, всего. Реабилитация эго. Такая программа у нас, эго реабилитировать нужно, потому что как жертв репрессии. Мы репрессировали эго, мы подавляли эго, мы закручивали гайки, мы переставали есть, пить, там, чего-то думать, да. Контроль мыслей. Экартолик говорил, будь счастлив в настоящем моменте. Все, опять, да, вот она игра эго. То есть, эго это как будто бы слово, ну, когда есть все, все нормально. Эго это танец. Танец эго это художественное произведение, это факт искусства. Так будем же его творцами, да? Да, да, просто танцуйте. Или наблюдатели. Танцуйте красиво, танцуйте осознанно, кайфуйте от танца. Ваше эго прекрасно. Какие-то, что ли, посылы от нас, то есть, что я хочу сказать, что вы хотите, а что-то как не от нас, оно как и провернул. И мы поняли, что мы поняли, но не говорим. Тот, кто знает, тот будет молчать, как там Борис Борисович говорит, да? Потому что тайный узбек уже здесь. Вот обрести тайного узбека, который вмещает обои. В каком-то возрасте, этот возраст называют пубертат, хотя слово какое-то, прямо как пхукет, да? Пубертат, да. Вот. В мальчиках и девочках сексуальность проявляется, как некое естественное, природное действие, чувство, физиология, чего-то такое непонятное, что-то во мне такое, чего ребенок раньше не знал. Он с этим как-то пытается это понять, справиться, а поскольку это что-то в культуре нашей стыдное, греховное, да? Поговорить не с кем. Че это такое? Че это просыпаешься и стоит? Че это такое? Да. И че-то вот раньше дружили мальчики с мальчиками, девочки в девочке, а потом раз, че-то они уже вот как-то так вот начинают. А чего тянет, не поймешь. Ну, девчонка, слушай, ну, девчонка, че ты с ней? А тянет. Раз. Поговорить невозможно, да? Потому что стыдно, что тянет. Какой-то такой общий гипноз. Это стыдно. И информацию, которая возникает, первое, да? Это пасаны сели, поговорили, чисто про баб. Вот. Вот. Или, например, ну, сейчас интернет, и так далее. И дети, подростки, получают какую-то информацию о феномене сексуальности не как просто одном из феноменов. Да. Это как рыбка, это как природа, это как вкусная пища, это как Бали. И нет культуры говорить об этом как о прекрасном, естественном социальной жизни. Да, и еще там что-то в школе пытаются как-то начать говорить, но кто может говорить об этом? Много ли людей, которые в полном согласии, примиренности с феноменом сексуальности? Это как будто что-то выносящее за скобки. Вот. И потом мы выходим во взрослую жизнь, ну а поскольку сексуальность это мощный феномен внутри нас, умом нам надо справиться с феноменом, и нам нужна теория, понять, психологическая, Зигмунд Фройд, да, там, значит, а что Оша говорил, а что там батюшка говорил, а что... И мы ищем, куда бы приткнуть свою сексуальность. Что это плохо? Что с ним делать вообще? Кому это все вручить в сейфик на хранение? Вот скажи, что это такое вот за сексуальность? Куда вручить? И мы вручаем, закрывают сейфик, и мы тогда туда, куда отдали свою силу, а феномен сексуальности это же наша сила, по сути. Мы ходим туда, чтобы встречаться где-то там, она там в алтаре, значит, в сейфике хранится, да, мы ходим туда и встречаться. Куда человек сдает контроль, оценку, анализ, критерий правильной правильной своей сексуальности, то туда он отдает свою силу. Любая религия, любые гуры, да, они первым делом, что берут под контроль человека, чтобы получить власть? контроль питания, контроль секса, контроль мышления. Все. Кому ты отдал контроль над, что тебе читать, что тебе, как относиться к сексуальности, как взаимодействовать, к чем питаться? Кому ты отдал, того ты и раб. И поэтому многие люди осознанно, неосознанно, сам факт феномена, а он же, в чем свойство феномена? Он проявляется парадоксально, неожиданно, да? Каждый, вот мне один раз, один человек, вот, недавно совсем рассказал, говорит, слушай, а вот у меня, ну, 44 года, а мне вот, ну, отпало это совсем, ни с женой, ни с кем-то другим, вообще, другие вещи сейчас. Вроде как бы надо, а другие вещи, вот отношения из надо, да? Ну, значит, жизнь по-другому пульсирует сейчас, играет с тобой, в тебя. Ну, вот это вот, да, вот надо, не надо, все. Если я не умею обращаться с этим, как с феноменом, то есть, в танце, в безопорно, да, то я раб того, кто объясняет мне концепцию, я раб того, как надо. Поэтому, в какой-то момент, я, например, ну, вон еще есть человек 15, который нас сейчас смотрит, мы забрали это, и мы сказали, это чудо, это сказка, критерий правильный, неправильный у меня, уголовный кодекс никто не отменял, вот, вот, поэтому просто давайте жить, ребята. И если эта же энергия начнет проявляться через творчество, или через интервью, или через бизнес-проект, это та же самая энергия, я не буду к ней привязан, как к единственной форме ее проявления. И я могу узнать, кто что на эту тему думал, но это их мнение, и их отношение с собственной сексуальностью, а не с феноменом сексуальности, в принципе, который универсален во вселенной, вся вселенная пульсирует, пульсация, это от пульсации начинается ребенок, клетка пульсирует, сердце пульсирует, это все единая, прекрасная, замечательная энергия. Вот, я остаюсь в этом смысле перед неизреченностью, непознаваемостью этого феномена. И в какой-то момент я вот эти буквы, секс, сексуальность, они теряют для меня значение, они размывают, потому что я не знаю, как проявится энергия завтра. И она начинается, и заканчивается. Да. И я не привязан к ней, к ее наличию или отсутствию. Есть у людей естественная, душевная, биологическая, животная энергия. Энергии много. Ну, поскольку мы едим, дышим, у нас существует энергия. И когда энергии много, или в принципе она есть, мы ее не структурированно разбрасываем. Просто она пульсирует, она туда идет. В принципе, жизнь – это и есть пульсация вот этой вот энергии. И энергию я воспринимаю как некое женское начало, природное, природа, энергия. Есть самый прекрасный, парадоксальный, загадочный и чудесный феномен сознание, который, мы предполагаем, свойственен только человечеству, людям. И сознание – это способность видеть ясно целую картину, структурировать, понимать тонкие взаимосвязи, понимать некие… и чувствовать мета-цели, мета-задачи человечества, страны, семьи, индивида и так далее. И что я вижу, как некоторую… такую… трагический раскол, рассогласование. Это то, что очень часто в конкретных людях или в целых группах людей сознание рассогласовано с энергией. То есть очень умные люди, очень этичные, духовные, они отрешены, они в дела этого мира не вмешиваются. Они все понимают, но не знают, как привнести сюда что-то, чтобы это все запульсировало, чтобы возникла цельность. очень много энергичных людей, которые очень много чего делают. Но это деятельность, но не точное действие. Сознание знает точное действие, но ему не хватает энергии. Энергия пульсирует, кипит, но очень часто напрасно. Поэтому человек живет и потом «А что жил?» Да, вот уже 60-70. «А что жил?» «Что привнес?» «Что сделал?» Очень часто люди или неконтролируемо сбрасывают энергию, или следуют каким-то задным социумом, традициями, ментальностью конкретного народа, просто шаблоном. Если сознание и энергия соединены, то вот это мы можем назвать самоосознающим, пробужденным человеком, человеком с полной силой. Сознание и энергия, как мужское и женское, лишь в сочетании дают танец. И этот танец прекрасен. И вот в принципе, чем я занимаюсь, это я учу людей танцевать. То есть, да, потому что вместо сознания у многих людей чужие концепции. Вместо принятия и согласованности собственной энергии умением ею управлять, вернее, с нею взаимодействовать, потому что она мудрая на самом деле. Есть просто неосознанное сбрасывание энергии, трата в пустую времени, силы и так далее.